На сегодня компания «Интегра» — это более 60 специалистов. В портфеле компании почти 30 информационных систем, на которые мы имеем авторское право. Более 8 лет компания занимается автоматизацией деятельности государственных органов, государственных услуг, создание, разработка информационных систем, сайтов. Те или иные решения компании внедрены в более чем 10 регионах Республики Казахстан. Наши компании разработаны не один десяток проектов, внедренных в государственных органах Республики Казахстан. Это и система управления порталами, на которой в настоящее время функционируют более сотни сайтов государственных органов, в том числе сайты Акимов трех областей — Акмолинской, Атарау, Североказахстанской. На сайтах присутствует интерактивный функционал, позволяющий участвующий в том числе и в оказании государственной услуги. Еще одним примером автоматизации является автоматизация электронного документа оборота, система мониторинга поручения руководителей, электронный архив, нормативно-правовые акты, обращения граждан, списки избирателей и многие-многие другие. Вышеперечисленные системы автоматизируют административные функции государственных органов, типичные для большинства госорганов. Кроме того, существует целый ряд отраслевых решений, такие как очередь на земельные участки, мониторинг объектов строительства, жилищная помощь и ряд других. Цель данных систем — это автоматизация и упорядочение деятельности государственного служащего в рамках оказания государственных услуг. Проект «Открытый Акимат» стартовал в 2017 году. Он представляет из себя концепцию, в рамках которой организация деятельности государственного органа по оказанию государственных услуг осуществляется в формате «бэк и фронт офиса». Сделано для того, чтобы минимизировать контакт между населением и лицами, принимающими решениями в рамках оказания той или иной госуслуги. Суть заключается в следующем. В одном месте, на первом этаже в горе Акимате собраны отделы, которые оказывают государственные услуги. Существует электронная очередь, существуют консультанты, которые перед тем, как человек запишется в очередь, дождётся своей очереди, проверяются наличие документов, делаются разъяснения, выясняются, все ли необходимые документы имеются у человека перед тем, как он будет дожидаться. Цель основная проекта, концепция проекта «Электронный Акимат» — она не представляет из себя что-то законченное, она нуждается в постоянном развитии, потому что жизнь течёт, появляются новые условия, новые услуги, часть услуг переводится в цоны. Основная задача — это минимизировать контакт, во-вторых, дать людям полную достоверную информацию о государственной услуге и организовать время, место ожидания максимально удобным способом. Исключаются хождения по этажам, поиск людей, потому что часть государственных служащих занята выполнением внутренних бизнес-процессов, внутренних функций, поэтому, чтобы и их не отвлекать, и не создавать неудобства для населения, было принято вот такой вариант организации работы госоргана испробовать. Он, в принципе, доказал свою эффективность. Кроме того, в рамках этого проекта существует дополнительный модуль, например, такой модуль, как «Личный приём». Реализована возможность записаться на приём через веб-сайт. Вся история приёмов сокращается, сохраняется. Делается это для того, чтобы вышестоящий руководитель мог увидеть, обращался ли гражданин с данным вопросом на уровень ниже, например, с начальника отдела, видны результаты рассмотрения. Это позволяет, во-первых, более полно удовлетворить запрос гражданина, понять, в чём суть его проблемы, и, с другой стороны, получить обратную связь о работе нежестоящих звеньев. Всё это, в общем, нацелено на совершенствование личных приёмов, и для этого также и существует возможность смс-оценки качества проведённого личного приёма. После выхода, если гражданин даёт своё согласие, ему приходит на смс, на телефон, просьба оценить личный приём. По итогам руководство городского Акимата может провести срез, посмотреть, какие госорганы удовлетворяют потребности населения наилучшим способом. Дальнейшим развитием проекта «Электронный открытый Акимат», я думаю, является возможность контактирования с госорганами, подачи заявки на получение госуслуги посредством интернета, мобильных приложений. Сейчас электронное правительство постепенно трансформируется в мобильное правительство. Почему это делается? Потому что мобильный телефон является наиболее удобным средством в части обращения, подачи своей заявки. Широкое применение также получили мессенджеры, социальные сети. Это, в принципе, тоже является одним из каналов доступа к государственным органам для получения информации какой-то или полноценной услуги. Еще одним направлением, по которому можно совершенствовать работу открытого Акимата, является максимальное объединение в одном месте всех услугодателей, всех консультантов, всех услуг. Сейчас наметилась такая тенденция, когда по каждой сфере открывается свой отдельный цон. И получается, если раньше было много госорганов, сейчас у нас получается много цонов. В принципе, на определенном этапе это было оправдано. Организация работы по оказанию госуслуг в рамках БЭК и Фронт Офис, она как раз-таки получает свое воплощение в виде цона. Но в дальнейшем эти цоны нужно объединять в рамках многофункциональных центров, где все услуги местных исполнительных органов, центральных исполнительных органов будут оказываться в одном месте. Еще одним направлением является развитие открытого Акимата, является дальнейшая автоматизация внутренних бизнес-процессов. Если мы автоматизируем только внешний процесс, но оставляем по старинке, так как раньше делалось, внутренние процессы, то, как правило, эффект минимизируется, потому что принятое в электронном виде заявление гражданина, а потом в дальнейшем все равно бумажном рассматривается, и эффект минимизируется. Для того, чтобы получить максимальный эффект, нужно, чтобы внутри госоргана и между госорганами документация, информация, перевод ее осуществлялся в электронном виде. Еще одним направлением, по которому нужно, на мой взгляд, осуществлять развитие дальнейшего открытого Акимата, является подключение к данному формату предприятий квази-государственного сектора, коммунальных служб. Когда возникает какой-то вопрос, связанный с проживанием в городе, гражданин, по идее, не должен разбираться, к чьей компетенции это относится. Городского Акимата, коммунхоза, Козелоржесу или еще кого-либо. Одна точка контакта, одно заявление, и проблема гражданина должна быть решена. Вот это идеальный вариант, к чему открытый Акимат в принципе и стремится. Учитывая, что в ведении госгора Акимата находится все-таки контроль в сфере ЖКХ, поэтому эта работа тоже должна быть, может быть, в открытый Акимат включена. На мой взгляд, немножко я бы вопрос переформулировал. Дело в том, что консультанты — это, в принципе, тоже представители услугодателя. И, на мой взгляд, вот та же самая концепция открытой Акимата, она должна минизировать контакт с людьми, принимающими решения в рамках оказания той или иной государственной услуги. Вот они, для них, если обезличена заявка поступает, в принципе, тогда какие-то предпочтения незаконные оказать не могут. Информационные технологии предоставляют широкий спектр, чтобы минимизировать контакт между госорганом и населением. Но нужно не забывать, что согласно Конституции мы обязаны обеспечить одинаковый доступ к государственным услугам. И есть, к сожалению, определенное цифровое неравенство, когда часть населения всё-таки компьютерной техникой не владеет, и мы не можем лишать их возможности получить услугу традиционным, обычным способом. Поэтому необходимо и этот способ тоже сохранить. Для категории людей, которые владеют информационными технологиями, имеют смартфон, опыт пользования онлайн-банкингом, мы должны предоставить максимально удобный способ. Это через порталы, мобильные приложения. То есть задача — обеспечить для всех категорий максимально удобный способ посредством электронных приспособлений или традиционным способом. По вопросу искоренения бытовой коррупции, коррупции, возникающей на бытовом уровне во время общения с государственными органами, я бы здесь разделил бы. Существует коррупция, в основе которой лежит злой умысел. Умысел, направленный на получение незаконной прибыли. С этим я мог бы предложить бороться путем внедрения систем, которые процедуру, процесс принятия решений автоматически производят. Выдать человеку что-то, документ какой-то в очередь поставить, в детский сад зачислить, разрешение на строительство дать. Может принимать система информационная, если это решение основано на каких-то формальных критериях, формальных признаках. Человек здесь не нужен. Человек как раз-таки будет являться основой, источником субъективного подхода, который лежит в основе коррупции. Существует также коррупция, которая связана, не основана на злом умысле, а связана с недостаточным знанием законодательства. Это нарушение различных сроков, неучет тех или иных критериев при оказании государственной услуги. Опять-таки на помощь здесь может прийти информационная система, где вся процедура оказания государственной услуги формализована. Все критерии в соответствии с законодательством перечислены. И задача этим критериям, этой процедуре четко следовать. И минимизируется коррупция, основанная на незнании законодательства. Там, где злой умысел не лежит в основе. Мы все помним те времена, когда государственные услуги оказывались, когда не было цонов. Вот сейчас даже представить, что для получения паспорта или удостоверения замены необходимо было 3-4 инстанции обойти, не один десяток документов собрать, наверное, но можно с небольшим таким ужасом даже. Сейчас у населения выработалось устойчивое неприятие вот такой неэффективности. Когда приходишь в какие-то коммунальные службы или в частные даже предприятия, которые работают по старинке, имея опыт общения с ЦОНом, понимая, что как это всё можно эффективно организовать. Я думаю, что экономия времени, экономия нервов, отсутствие минимизации стрессов во время получения госуслуги — это одни из тех преимуществ, которые лежат на поверхности. Для каждого из нас преимущества налицо. Мы помним, как раньше это оказывалось, видим, куда мы стремимся. С другой стороны, сама по себе цифровизация не является какой-то панацеей. Для того, чтобы какой-то процесс, услугу автоматизировать, необходимо расположить её на полочке, провести реинжиниринг бизнес процессов, которые в основе этой услуги лежат. Вот эта вот работа, она идёт перед цифровизацией. Возможно, какие-то процессы вообще не нужно выполнять, какие-то процессы устарели, их нужно менять, сроки пересматривать, потому что новые технологии позволяют значительно сократить сроки. Если раньше в стандарте какой-то услуги было написано 7 дней, сейчас это может делаться за час. Это всё необходимо пересматривать. И, в принципе, только после этого проводится цифровизация данной услуги. Поэтому и говорить именно, что только цифровизация позволяет добиться эффективности при оказании в услуги, это не совсем правильно. Цифровизация — это окончательный штрих. Согласно программе создания электронного правительства, с самого начала выделялось три разных вида государственных услуг. Первые услуги, это первый этап, они носили информационный характер. Задача была на сайте госоргана разместить информацию о государственной услуге, этапах её выполнения, необходимых документах, сроках и прочее. Следующая услуга — это услуга интерактивная. Она подразумевает уже активные действия гражданина по подаче заявки и получении услуги в электронном виде, через портал электронного правительства. Третий вид услуг, в принципе, к которому внедрение, к которому мы подошли сейчас, это проактивные услуги. Для того, чтобы подготовить эту услугу для гражданина, необходимо совсем не обязательно ждать от него заявления. Всё необходимое государство готовит само, и заявление будет гражданина о получении услуги будет являться лишь запросом для её немедленного получения. Вот этот следующий, третий этап, он самый интересный, самый сложный, и максимальные требования предъявляет уже к внутренней автоматизации государственных органов. Если мы сейчас знаем, что сам процесс принятия документов автоматизирован, то зачастую внутри госоргана вся обработка производится в бумажном виде. В своих посланиях Нурсулан Абич Назарбаев неоднократно говорил, что главным критерием работы, эффективности работы государственного органа является повышение качества жизни населения. И внедрение электронных государственных услуг является одним из важных, одним из главных критериев этой работы. Сфера земельных отношений и сфера ЖКХ — это одна из наиболее щепетильных, одна из наиболее важных для горожан и в том числе одна из наиболее сложных сфер. Всё это является определённым источником неэффективности, определённым источником злоупотреблений. Не все нарушения основаны на злом умысле. Есть нарушения, которые ввиду сложности самой процедуры невольно возникают у госслужащих. Необходимо отметить, что услуги, которые оказываются в сфере земельных отношений и в сфере ЖКХ, они, как правило, сложные, многосоставные и имеют ни один ТАП и ни один госорган в них задействован. Как правило, два-три госоргана в Казани одной услуги задействованы. Степаненко Елена Фёдоровна на коллеге озвучила, что вводится, создаётся ЦОН именно по вот этим направлениям и вводится принцип одного заявления. На мой взгляд, это как раз вот этот подход, подход проектный, когда, так как услуга сложная и её в рамках какой-то процедуры бывает не рассмотреть. Необходимо, чтобы эту работу не гражданин своими ногами по госорганам, по городу проделывал, тратя на это время собственное. Это можно сделать, автоматизировав это. Обмен данными между информационными системами госорганов, в принципе, это может запросто сделать. Вместе с тем, все услуги, оказываемые в этих сферах, на мой взгляд, нуждаются в реинжиниринге. Нужно посмотреть. Зачастую есть моменты, когда необоснованно увеличены сроки, когда есть лишние документы. Ряд документов носит формальный признак, который, в принципе, их можно и не запрашивать с гражданина. Они есть, стандартные, может быть, просто упоминать. Одна из причин, почему в этой сфере больше всего неэффективности и злоупотребления, на мой взгляд, является то, что земельный ресурс ограничен, и количество граждан, которые хотят этим воспользоваться, превышает его. Сложная процедура принятия решения, ее непрозрачность, возможность применения субъективного подхода, все это является источником возможных злоупотреблений. Вместе с тем, сфера ЖКХ, это сфера, в которой пересекаются интересы многих участников этого процесса. Еще один источник неэффективности, он связан не с самими госорганами, а он связан с процедурой подписания листа согласования. Участниками процесса являются в этом случае коммунальные службы различные. Этот процесс тоже можно значительно модернизировать, например, сделать заседание собрания участников, подписывающих бегунок, в одном месте в один день. Они берут документы, знакомятся с ними или получают их в электронном виде, и в одно время бегунок подписывают. На это уйдет неделя. В текущем варианте полтора-два месяца — это, наверное, достаточно не сильно продолжительный срок, как можно отложиться, если делать это сейчас. Резюмируя, можно отметить, что в этой сфере значительно снизить злоупотребление можно, первое, путём цифровизации. Мы таким образом формализуем все процессы, и задача будет просто соблюдение этих формальных требований. Второе — применение широкоинформационных систем. Это позволит значительно снизить сроки рассмотрения и тоже минимизирует коррупционную составляющую. Процедуру принятия решения также каким-то образом автоматизировать. Например, решение по формальным признакам также могла принимать информационная система выдать, не выдать, выделить, не выделить. И сделать этот процесс прозрачным для всех участников этого процесса, то, в принципе, я думаю, такими мерами мы можем свести коррупционное проявление возможностей к нулю практически. Продолжение следует...